Сухие и мокрые, тонкие и широкие, новые и уже залежавшиеся. Поваленные деревья и отломанные сучья встречаются в Солочи на каждом шагу. И если в зоне 10 метров от дороги лес относительно чистый, то стоит немного углубиться и валежника становится даже больше, чем деревьев. Сейчас мало лесников и мало убирают мусор. Не как раньше. Сейчас его очень много. Раньше намного было лучше. Я жила тут в лесу, поэтому встречались часто, особенно когда была такая достаточно ветреная погода. И от этого уже никуда не деться и боишься, что сейчас упадет прямо на твой дом. Потому что деревья старые, леса старые. Если не разобраться с этим, и как бы испиливать не хочется, а проверку проводить тоже тут никто не будет. Попадаются валежник и сухие стоят деревья, никто не убирает. Даже вот организации, которые ответственны, чтобы спиливать эти деревья, после них смотришь, стоят. Надо, надо делать, надо чистить. Это обязательно надо. Природа должна дышать. И нам приятно ходить. Бороться с буреломом не спешат. Организованные кучи мы увидели в единственном месте лесного массива. В самом его начале. Здесь дрова попилены и аккуратно сложены. Мы обнаружили сотни подобных заготовок. Кто является их автором, непонятно. Однако сейчас вступил в силу новый закон. Согласно ему, собирать валежник и использовать его для своих нужд может любой желающий. Напомним, что ранее сбор упавших деревьев считался незаконной заготовкой древесины. Чтобы делать это легально, необходимо было получить разрешение местных властей, что могло занять до 120 дней. Сейчас особой процедуры не требуется. Однако, если спрос на валежник в Рязанской области – большой вопрос. Сейчас уже нигде он не пригодится, потому что все газовые котлы стоят. Пока газа не было, то все валежник таскали. Даже пионерские лагеря когда были, все пионеры тащили по лесу. Было чисто, убрано. Если только у кого-то есть печи в домах, прям действенные печи, то, конечно, туда. Шашлык в основном едут в магазине, берут мясо, берут сразу уголь и едут. Поваленные деревья ухудшают видимость, а также способствуют распространению огня. Поэтому их наличие в лесу может угрожать его безопасности. Еще 1 апреля в Рязанской области стартовал пожароопасный сезон. За это время сотрудники МЧС потушили более 20 возгораний. Все они произошли на полях. Горела сухая трава. В лесу пока пожаров зафиксировано не было. Специалисты отмечают, что главной причиной лесных пожаров является человек. И лишь в одном случае из ста возгорания происходит из-за гроз. Пока в Солочи местами еще лежит снег. Но скоро рязанцы начнут выезжать на шашлыки. Тогда от них потребуется повышенное внимание. Ведь плохо затушенный костер может стать причиной большого пожара. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».